Белилами Просто белила напачкаешь на весь холст Мокрые белила, вот такие А-ля кефир Белила а-ля кефир Полностью, полностью, полностью намочишь холст Когда ты его намочишь, ты возьмешь тряпочку Часть тряпочки Сделаешь из нее фигушку То есть, такую плотную площадочку И не соберешь вещество, а только распределишь по холсту равномерно Посмотри, что получилось, да? Равномерно, хорошо сели белила И уже в это ты начнешь загонять И розовости И зелености И другие цветики Можно произвольно, не повторяя даже То, что ты видишь перед собой Создать просто мглу цветовых пятен Потом в эту мглу начнем вводить рисунок И так беленьким сначала Потом на тебе чистую тряпочку В данном случае мы сейчас сегодня не тряпочками, а полотенцами вытираем все Поэтому для работы тебе понадобится тряпочка А для вытирания частей полотенца такое, да? То есть, середину легко найти Ее вообще всегда легко найти Дальше губы пошли почти параллельно низу и вверху, да? То есть, горизонтально Есть там такое, да? Ну да А здесь они свернули И здесь почти вертикально Вот как легко оказалось найти губы Хотя ракурс у них мощнейший, правда? Угу К губам легко будет привязать ноздрики К ноздрикам, смотри Легко привязать глаз Угу Он в этом месте? Да Смотри, какое маленькое там расстояние Значит, я даже и то не выдержал Поставил выше Еще ниже То есть, еще ниже Итак Вот глаз И вот глаз Потому что он вот по этой траектории лица находится Угу Когда ты это выстроила Начинаешь уточнять Все делаешь пока с краснотами, коричневостями Зрачочечек Зрачочечек Утемнила ноздрики Взяла вот этот инструмент Выразила Вот эти линии Хотя бы чуть-чуть Обозначила Выразила поточнее вот эту линию Логично? Угу Давай Еще раз Так Возьмем мастихин Возьмем голубой Розовый Коричневый Получится чернющий цвет И отсечем Темное Вот прямо аж таким захватом Потом возьмем Цветнотики Которые там есть И прямо вписывая Одно в другое Вписывая Одно в другое Создадим вот эту Нарядненькую Прикольно Прикольно? Да То же самое с голубыми И впрочем Белилами Немножко отъешь Там где лишнее Вот такие острова белил Красиво организуют края И ты там видишь Что-то подобное Прямо шпатлевательно Белилами Отсечешь Одно от другого Потом мы еще Брызги кинем Я покажу Что значит Кинуть брызги Вот Но пока Формируем рисунок Несмотря на то Что вроде бы Не так плохо Но ты собрала Черты лица В кучечку Смотри Глаз Устремлен Вот в эту местность Вот в проекте Глазных Губки Мелковаты Поэтому Увеличишь Ну и соответственно Подвинется Многое Хорошо? Вот это будет Тузенькая Как там и есть Доуточни Хотя Вот если не смотреть Туда То вроде бы Все хорошо То есть Все-таки Будем смотреть Туда Нужны Да А брови Вот тут Я имею в виду Глазная Как бы Линия То есть Понятно Что глаз Вот здесь А бровь Где-то Чуть Чуть Здесь Даже еще Бровь В том числе Вот таким Способом Насекать Туда Цветовые Какие-то Вкуснятины И раздавливать Вещество И немножечко С ним Доигрывать Хорошо? Угу То есть Раздавливать И доигрывать Чтобы она Немножко Светилась Так То есть При том Что здесь Линия Но Так Чтобы она Не выглядела Одетой В Пластырь Немножечко Часть Некую Этих пятен Подразотрем И увлеклась Густотой Краски Вот я Когда укладывал Краску Я ее Удавливал А ты ее Прямо Наложила Мощным Пятном Потому что Мощное Пятно Очень трудно Уже Возделывается То есть Как финишная Укладка Возможно И мощное Пятно Но До того Как мы Точно Убедились Что у нас Рисунок Хороший Лучше Пятно Делать Раздавленным То есть Чтобы Посмотрите Сколько я Лишней Краски Собрал Тоже Вон Аж Густота Невыгодная Густота Убираем Ее Чернота Чернота Ноздрей Может Делать Видимость Мертвого Человека Поэтому Лучше Ноздри Пусть Краснят Убираем С красненкой Тогда Там Кровинушка Чтобы Набрать Вот это Пятно Лучше Подтереть Вещество Поскольку Это Ответственное Место Подтерли Вещество И Загоняем Туда Небольшую Меру Вещества Которое Еще Позволяет Себя Моделировать Когда Краски Много Она Уже Под пальцем Скользит Не Хочет Моделироваться Согласны? Смотри Вот здесь Вот уже Много Вещества И Оно Сразу Не Хочет Моделироваться И Желтый Кричащий Слишком Насадил Лучше Бы Его Угомонить Мерцательное Такое Состояние Еще Обратите Внимание Я Создаю Это По Направлению Окружной Насадил То есть Голова В данном Случе Штрихуется По Этим Траекториям По Траектории Цилиндра Смотрю А Оно Пошло Вниз Потому Что Траектория Траектория Все Смотрю Все Обычно Все Честно Правда? То есть Держаться Этих Траекторий Этого Ракурса Сложного Ракурса Очень Важно Напомню Что Здесь Я сначала Стер Вещество Потому Что Слишком Много Было Краски А Много Краски Трудно Моделируется А Теперь Малым Количеством Прекрасно Можно Домоделировать Сложный Узел Губочки Можно Брать Красный Розовый И красный Будет Более Богатый Цвет Такой Цвет Цикломерно Будет Примерно Там Такое И тоже Сначала Смотри Выстраиваю Идею Траектории Тоже Идею Траектории Теперь У меня И ноздри В этой Траектории И Ну Соответственно Благодаря Этому Нос И Губы Тоже Выстроили Траекторию Губы Губы Червячок Вот этих Полосатостей Их Чуть-чуть Вот так Подсунуть И Можно Усилить Еще Прямо Так Пальцем Подкладывая Блик Бликующие Проявления В таких местах Можно Подтирать И тоже Как и в носу Добирать Тихо Веществом Тихо Согласны Теперь Можно Вложить Синьку Которая Там Есть И Чернику За счет Голубой Розовый И Сформировать Кстати Смотри Тоже Здесь Глаз Несмотря На то Что Мы Привыкли Что Глаз Это Вот Так Здесь Оба Проявления Глаза Это Вот Так Покажешь Это Проявления Может Быть Чуть Сместить Сюда Вот Белизна Подтек Потом Подсунем Вот Эти Белые Снаружи Он Там Красиво Подошел Аж Сюда И Даже Немножко Наехал На Вот Эту Надбровную Дугу Так Траектория Вот Этого Желтого Петна Как раз Пойдет По Скуле По Перегибу Тоже Будет Хорошо Вот Здесь Лучше Сделать Прогибчик Как Он Там И Сделал Хорошо Когда Она Немножко Как Маска Венецианская Маска Да Как Такая Наружная Часть Что Там Тоже По Своему Хорошо Вот Эти Вещи Лучше Смотри Вписать Одно В другое Согласна Прямо Вписать Не Веточки Вот Эти Рисовать А Локоны Крупные Локоны Проявления Локонов Согласны Потому что Мастихин Не умеет Рисовать Тонко Но умеет Широко Красиво Делать И здесь С этой стороны Тоже Чуть Отсечешь Потому что Размахнулось Не наблюдая Красивого рисунка Красивого Силуэта В данном Случае Размахнулось Далеко А там Красиво Что Именно Так Силуэт Плюс Вот Эти Выкрутасы Колубого Цвета Вот Там Тоже Подиграешь Что Касается Этих Пятнышек У нас Масло Есть Дикист Девушки Если хотите Гляньте Что Значит Накидать Пятнышки Где-то На одном Из видео Была Такая Штуковина Это Что Ты видела Такая штуковина Нет А Видела Значит Знаешь Кисточку Не Нет А как Показалось Именно На масле Замешиваем Вот Такую Жижу Так Ну как Немножко Компьютер Ничего А То же самое И С Моглыми Ну Они Как-то Здесь Уместны Они Наряд Нет Подобную Живопись Естественно Попасть Полностью В его Эти Самые Невозможно Только Общее Впечатление Пытаемся Когда Когда есть Возможность Можно даже Понимаешь Аж Вот так Ее бросать Эту линию То есть Набрать На На край И аж Вот Соплю Кинуть Вот Соплю Чуть-чуть Подыграешь Этим Сейчас Хорошо Но Прежде чем Ты это Сделаешь Все-таки Немножечко Зачисти Вот Эту Территорику Так Чтобы Была Вот Это Состояние А потом На него Выйдут И вот Такие Да Ну и вот Эту Радугу Можешь Еще Прежде чем Будешь Ой И вот Эту Радугу Подыграть Еще То есть Вот С этой Полосатостью И черноту Можно Усилить Глубокую Черноту Сделать Хорошо Между ними Значит Сколько Расстояния На Расстрелы Выросли Прямо От Того Что На Расстрелы Расстрелы Прямо Расстрелы Расстрелы Расстрелы